Приветствую вас. Знаете, прочитал я все, что вы написали. В принципе, все понятно. Правда, я понимаю, все, что вы написали, я понял. И, вы знаете, пожалуй, начать мне хочется с того, чтобы определить некоторые принципиальные моменты. Принципиальные моменты заключаются в том, что я не могу вам говорить, по какому пути вам идти. Я не могу этого делать, потому что это было бы неправильно. Я говорю это вам потому, что это было бы неэтично, это было бы непрофессионально с моей точки зрения. Следующий важный момент, который мне хочется сказать, заключается вот в чем. Значит, ситуация следующая. Ваши отношения с мужем, они изначально складывались так, что вы все для него делали. Вы боялись этого человека потерять, вы боялись как-то его, значит, обидеть, как-то его, ну, оползнуть от себя и так далее. Дело в том, что начав вести себя таким образом, начав изначально вести себя так, как вы и начали, то есть подстраиваться под мужем, вы по сути определили все, определили будущее ваших отношений. То есть ваш мужчина, он изначально привык к такому вот отношению, к такому отношению, что вы для него делаете все, вообще все. Все, что можете делать для него, то вы и делаете. А он, он просто спасибо, спасибо, да, и все. Дело в том, что вы сами, как бы, действовали, ну, действовали согласно своим моментам, своим каким-то принципам, своим каким-то стремлениям и желаниям. Я это понимаю. На тот момент вам было важно сохранить своего мужчину. Я понимаю, что на тот момент вам было очень важно сделать так, чтобы этот человек был с вами. Я понимаю. Но вы теряли часть себя таким образом на самом деле. Вы теряли часть своей личности. Вы уже тогда начали себя терять. И делаете вы это, в принципе, до сих пор. То есть вы до сих пор боитесь только чего. Когда вы боялись, что ваш мужчина, он уйдет от вас, то вы его потеряете. Он был вам нужен. И одна проблема заключалась, как мне кажется, в том, что он был для вас чем-то недосяганным. Он был для вас чем-то очень высоким, он был для вас чем-то прекрасным, чем-то неземным. Вот этот аспект является главным. И, конечно же, мужчина не воспринимал вас всерьез. Такие были его слова, и я не думаю, что он как-то, ну, в данном случае, вас измазал. Вы написали очень много, но вы не написали, почему он вернулся. То есть, да, понятно, что его девушка, другая девушка, она вела себя очень бессмертно. Это понятно. Но, видимо, ваш мужчина выбрал все-таки вас. Именно потому, что вы казались ему преданны, казались ему достойны, да, не ветренны, а достаточно такой стабильный, постоянный. И он вас именно поэтому принял. Но то, что вы выступали постоянно инициатором в отношениях, то, что вы постоянно выступали источником для того, чтобы мужчина что-то делал, то есть, вы ему, там, и подарок купили, да, и вообще, значит, кольцо предложили купить, купить, и, собственно говоря, по этой причине он на вас женился и так далее. Эти моменты, а также то, что вы старались всеми силами ему угодить, вашего мужа избавило. Избавило это его очень сильно. Я уверен на 100%, что такое баловство ни для одного мужчины в целом мире не является правильным, потому что мужчина свою женщину боится потерять. И этот страх, он, как бы сказать, он неестественный, он нормальный, совершенно нормальный, кстати говоря, страх. И этот страх, он стимулирует мужчину на то, чтобы, можно сказать, чтобы делать что-то для своей женщины. Но ведь он изначально ее добивался. Ваш мужчина изначально вас не добивался. Ваш мужчина изначально, ну, как мне показалось, ваш мужчина, он изначально просто-напросто принимал вас, Он не мог не чувствовать, он не мог не ощущать, что вы его воспринимаете, что вы его цените, как, ну, очень высоко, очень высоко вы его цените. Он не мог этого не чувствовать. И именно по этой причине, как бы, определились ваши взаимоотношения с ним. Изначально мужчина видел, что вы им чересчур сильно дорожите. Изначально мужчина видел, что он для вас, ну, вообще говоря, все. Он для вас все, да? И вот этот аспект, как раз таки, этот аспект, и не позволял вам выстраивать с ним другие отношения. Более того, поначалу вас все устраивало, как раз таки. Вам все нравилось, что мужчина с вами, вам нравилось, что все вот так, как оно. И до тех пор, пока вы не перестали чувствовать, что вообще-то говоря, ну, мужчина не очень, да, активно себя видел, он безэмоциональный. И вы его сейчас оправдываете. Вы оправдывали его тогда, и отчасти это оправдание связано с тем, что говорят вам ваши, ну, родственники, например, ваша мама. Говорит вам, что не нужно рыпиться, да, не нужно, там, как-то куда-то что-то двигаться и так далее. Надо жить, как вот живется. И ваша мама, она, ну, как бы это сказать, она для себя, вот для себя, она права. Но не права она для вас, опять-таки. Потому что, ну, объективно, то, что справедливо для нее, не справедливо для вас. Мы об этом уже говорили, и говорили, в общем-то, неоднократно. И давайте попробуем вот этот момент, момент изначально, с которого, собственно говоря, начались ваши такие вот взаимодействия, да, не очень хорошие, не очень правильные. С этого момента мы давайте попробуем и поговорить. На протяжении многих лет, на протяжении, по сути, всех, всего времени, что вы общались со своим мужем, что вы с ним жили, жили. На протяжении всего этого времени вы, по сути дела, подчинялись полностью ему. То есть вы делали все, как он говорил. И нельзя, нельзя называть это отношение хорошим для вас. И говорить о том, что сейчас можно вашего мужа переделать, я думаю, нельзя. Потому что мужчина настолько сильно привык к тому, как вы себя ведете, что для того, чтобы переделать его поведение, вам нужно тому и занимать последовательную позицию. А это страшно. Это страшно, потому что он может от вас идти. Это страшно, потому что он может вас бросить. Это страшно, потому что вы считаете, что разрушить семью – это грех. А что вы поступаете таким образом неправильно, неверно, что вы не имеете права так действовать и так поступать. И вот до тех пор, пока вы так думаете, пока вы считаете, что нужно любой ценой сохранять свою семью, даже если вас не устраивает отношения вашего мужа, даже если ваш муж не разделяет ваши взгляды, даже если ваш муж не поддерживает вас, а напротив, постоянно помыкает, управляет и так далее, то, пока вы так думаете, все останется так, как есть сейчас. Потому что если мужчина привык, что ему ничего не нужно делать для того, чтобы вы окружали его вниманием, теплом, лаской и заботой, если мужчина сам по себе человек осёдлый, а именно его осёдло заставило, собственно говоря, его остаться на опаснике, то он такой человек, он действительно такой человек. И в этом мы правы. В том, что он осёдлый, он хочет продолжать там дело своих родителей, своего отца, это достойное занятие, это достойное работа и достойное хобби. Но, но, проблема в другом. Проблема в том, что вас это не устраивает. И давайте подумаем. Вот вы своим мужем дорожили, а вы своим мужем дорожили. Вы для него делали всё, вы старались для него быть всем, хотя неправильно вы поступали, что привирали, что выставляли себя не той, какая вы есть, боялись, что будете ему скучны. И это было ошибкой вашей. Но, как говорится, что было, то было. Сейчас об этом говорить можно лишь постольку поскольку. Что мы можем изменить? Мы можем изменить своё будущее. Как мы можем изменить своё будущее? Изменить своё будущее можно только осознав причины того, что происходит с нами сейчас, в данный момент, и подправив, подкорректировав своё поведение. Понятно, что вот так, как, например, раньше, да, быть уже не можно. Так как раньше быть не должно. Этот момент является ключевым. И именно в контексте, в соответствии с этим моментом мы с вами и пойдём. Первое и самое главное. Имеется несоответствие между тем, как относится к вам ваш муж, и так как к нему относитесь с вы. То есть, вы удовлетворяете свои желания и потребности мужа, а муж ваше желание не удовлетворяет никак. И можно сколько угодно говорить о том, что ваш мужчина такой вот, знаете, безэмоциональный, да, что он вот такой человек, что у него такая особенность, что он не привык выражать эмоции и так далее. Но в действительности ситуацию это не меняет, не исправляет и не делает её менее реалистичной. А именно, для отношений нужна гармония. Эта гармония, она отсутствовала изначально, потому что, ну, вы строили отношения на изначально ложных, скажем так, посылок. Ну, и откуда ей взяться сейчас? Понятное дело, что ниоткуда. Ниоткуда взяться этой гармонии. Значит, и в действительности у вас есть... Понимаете, по поводу того, как вам поступать, мы, в принципе... Знаете, вот вы говорили, что хотели бы разобрать свои отношения с Мунин, но при этом вопрос свой задаёте о том, что вам делать. А по поводу того, что вам делать, мы с вами вроде бы уже достаточно много говорили. Ну, безусловно, если хотите, мы скажем об этом ещё. Но я скажу об этом в конце. Но пока что, как я и обещал, мы поговорим именно про ваши отношения с Мунин. Что можно сделать для того, чтобы гармонизировать их отношения? Значит, во-первых, нет гармоний. То есть, есть разные места. Мужа всё устраивает, а вас устраивает далеко не всё. Этот момент является ключевым. То, что вас не устраивает всё. А не важно... Знаете, вот момент. Очень важный момент. То, что не важно, почему вас не устраивает. Не важно, что вас не устраивает. Важно, что именно не устраивает. То есть, имеется сам факт того, что вы чем-то не удовлетворены. И для любящего мужчины, для мужчины, который дорожит своей женщиной, этого более чем достаточно. Но не для вашего мужчины, как вы, наверное, уже поняли. Для него этого не достаточно. За время ваших отношений настолько привык, что вы всё для него делаете сами. За время ваших отношений у него настолько въелось в его сознание, в его поведение, что вы всегда будете рядом ему. И для этого ничего не надо делать, что вы с ним рядом просто в силу его существования. Что он уже и представить себе не может, как это, вести себя как настоящий мужчина. Его поступок, как настоящего мужчины, но я бы даже не сказал, как мужчины, как джентльмена. Только в одном. В том, что он взял вас в жены, когда вы забеременели. Но даже при этом он требует от вас ребёнка. Ребёнка для себя. Вы знаете, по вашему описанию, когда вы описывали, что вот у него там была девочка, да, из богатой семьи и всё. По вашему описанию получается так, что человек разочаровался в ней, в той девочке. И выбрал вас менее богатую, но зато с меньшими партизанами. Это именно то, что в вас ему нравится. Маленькие, небольшие партизаны. Маленькие амбиции. И именно поэтому его раздражает то, что вы хотите там куда-то вырваться, чтобы он сделать. С этим вы напоминаете ему, его девушку. Ту самую девушку, которая очень амбициозна. И он не ради вас, он не ради этого на вас женился. Он не ради этого брал вас в жены. А в жены он вас брал как раз таки ради того, чтобы вы довольствовались тем, что он может дать. Довольствовались тем, что он работает сезонно. Довольствовались тем, что он живёт там, где он живёт. Никуда не рвались, ничего не хотели. Именно поэтому он вас выиграл. По сути это дело. И этот момент как бы вступает в противоречие. Этот момент вступает в противоречие тем, что хотите вы. Я понимаю, что данное противоречие вряд ли вообще говоря можно разрешать безболезно. По крайней мере. И для этого необходимо отойти от главного вашего плана. А именно, чтобы все были довольны. Попробуйте понять, что никто никогда не будет всем доволен, если вы будете делать так, как вы делаете сейчас. И никто никогда не будет доволен всем, если вы будете делать как-то по-другому. Люди всегда будут чем-то недовольны. Просто попробуйте этот момент принять. Попробуйте просто принять, а одновременно, может быть, даже отключительно, попробуйте принять этот факт, что люди всегда будут чем-то недовольны. Сейчас они недовольны одним, завтра они недовольны другим, завтра они недовольны третьим и так далее. и так далее. Это важный аспект. И значит, дабы гармонизировать отношения с мужем, вам нужно в первую очередь начать ему показывать, что вы от него независимы, что вы хотите чего-то и вы этого добиваете. А для этого нужно понять, что, ну, знаете, как, если вы верующий человек, вот вы говорите, что вы молите Бога, что вы там задали, для вас разручит семью, конечно, грех. Да. Но подумайте о ребенке. Подумайте о своем ребенке. Ребенок, если вы несчастливы, а вы несчастливы сейчас на данный момент, ребенок тоже не будет счастливым. Потому что для ребенка, ну, если бы его мама была же счастлива. А вы такой характеристикой похвастаться не можете, к сожалению, никак. И тогда встает такой важный аспект. По-моему, я об этом уже говорил. Что для того, чтобы ребенок был счастлив, а вы ходите с твоим ребенком в счастье, нужно, чтобы вы были счастливы. А чтобы вы были счастливы, нужно выбрать тот вариант, который отвечает вашим мечтам. А ведь понятно, что мечты – это нечто недостижимое. Это идеал. Но стремиться к этому идеалу можно и нужно. Вот вы написали три варианта в конце. Вы написали три возможных, так сказать, исхода этой ситуации, да? Либо вы остаетесь с мужем и работаете с ним, либо вы там работаете где-то на том месте, и чтобы никого не раздражать, либо вы идете к своей мечте. Так вот, ага, сами для себя эти три варианта, как бы, воспроизведите. Ну, дальше воспроизводить не надо, просто возьмите текст, который вы написали мне, и выделите эти три варианта, и прочитайте их. И, представьте, прислушивайтесь к себе, какой наибольший эмоциональный отклик у вас вызывает эти три варианта. Какой вариант вызывает у вас наибольший эмоциональный отклик? И вот этим вариантом вам и нужно следовать. Не мне говорить вам, как поступать. Никому бы то ни было еще указывать вам на то, как вам действовать, и как вам пришивать свою жизнь. Вы совершенно правильно сказали, что, там, перед сном, рюмка и спать – это жизнь не для вас, не для молодого человека. И это правда. Это факт. И поэтому только вам и нужно принимать лечение относительно того, как вам поступать. Я не могу за вас прочувствовать все эти варианты. Потому что, ну, мог бы, наверное, но это было бы неправильно. Вам нужно принять это решение самой. Ну, для начала. То есть, определить для себя, какой наибольший всплеск эмоциональный вызывает у вас вариант. И этим вариантом следовать. Это первый момент. Второй – муж. Видите ли, со временем ваш страх потерять мужа перерос, перетрансформировался в другой страх. Страх лишиться семьи. Давайте определим для себя, что вам дает семья. Ну, вот, по факту, вам дает семья только что функции прислуги. То есть, все делать по-дому. Постоянное принуждение и ощущение, как будто вы в тюрьме. Разве этого? Это должна давать семья. Разве эти прекрасные семейные отношения? Видите ли, семейные отношения – это партнерские отношения. Партнерские. Партнерские, то есть равные. Ваш мужчина себя равным вам не считает. Он считает, что он выше вас. Он считает, что он лучше вас. Он считает, что он умнее, опытнее вас. Только потому, что у него есть четкая цель. О сложности этой цели речи никто не видел. И то, что ваш мужчина просто взял и начал продолжать дело своего отца. То есть, уже взял все готовое. Ничего, да, практически не принес нового. То, что ваш мужчина не рисковал. То, что ваш мужчина мало того, что занимается на сезонной работе, так он еще и ничего не делает больше, кроме этого. То, что он не стремится заработать больше денег, но при этом почему-то требует от вас полный набор того, что должна, по его мнению, делать женщина. Но, простите. Если ему нужна такая женщина, которая бы и работала всю, и имела бы вид идеальный, и при этом родила бы ему еще двух детей, ну, вот он бы и женился бы на такой женщине, вот он бы и женился на такой женщине, которая бы все это ему обеспечила. Но он этого не сделал. Он преподавал быть слабым. При этом отказываясь принимать вас такой, какая вы есть. При этом отказываясь любить вас такой, какая вы есть. И это главный момент. Мужчина не принимает вас такой, какая вы есть. Мужчина отказывается от этого дела. Он пытается вас поменять. Он пытается вас изменить. Он пытается направить вас в то русло, которое выгодно ему. Но не которое выгодно вам. Из этого я делаю вывод, что он вас не любит. Из этого я делаю вывод, что у него нет к вам какого-либо теплых чувств. Из этого я делаю вывод, что ваши отношения как минимум неравноценны. И из этого я делаю вывод, что вам можно инуюно, во-первых, идти к своей мечте, ну это понятно, мы об этом говорили, во-вторых, стараться гармонизировать отношения. Как? Восстановить свои позиции для начала. Для начала восстановить свои позиции и дать понять мужу, что вы ничем не хуже его, а где-то даже лучше. А именно, работаете-то вы в любом случае больше, чем он. Потому что работа на пасеке – это сезонная работа, а вы круглый год работаете дома, ну, например, ухаживаете за дочкой и так далее. И эти моменты очень важны. Следующий важный момент – показать, что вы мужем, в общем-то, как сказать, вы им дорослите, но вы не позволите ему относиться к себе как к грязи. Так, главное, главное, именно так. Значит, о разводе речь не идет, но то, что вы можете попробовать пообщаться с другими мужчинами, простите, вот женщина, женщина, имеет свои потребности, ну, свои определенные естественные потребности. Я надеюсь, это понятно, об этом не нужно говорить. И в эти естественные потребности входит что? Внимание мужчин, конечно же. В эти естественные потребности входит что? Ощущения себя привлекательные, сексуальные и так далее. И обычно это предоставляет все муж, но ваш муж этого не делает. И значит, вы имеете полное право искать это да, где вам это могут дать. Вы имеете абсолютно полное право это делать. Это ваше, как бы это сказать, это ваше, знаете, неприемлемое право. Уж не знаю, поверите вы мне или не поверите вы мне, потому что, ну, как бы, если вы, например, не захотите принимать эту точку зрения, да, то, конечно же, ваше право. И с этим правом можно будет только согласиться. Но и вы поймите такую вещь. Постарайтесь понять, что вы себя, вот, вы свои интересы предавали, как начали предавать, да, с начала отношений, так и предаете это до конца, так и продолжаете их предавать. Ну, продолжаете действовать в ущерб себе ради мужа. Сперва вы делали, там, это ради мужа, теперь вы это делаете ради, там, я не знаю, ради своей дочери, ради идеи семьи и так далее. Я понимаю, я понимаю, почему вы это делаете. Но вас счастливы это не делают. И вы рискуете прожить так, что свою жизнь, прожить всю жизнь несчастную. Хотите вы этого или нет? Вы так, вы так уже жили достаточно много времени. И вы можете, ну, знаете, вы можете иметь представление о том, к чему, грубо говоря, это привело. А привело, грубо говоря, это к тому, что у вас был нервный срыв, да, то есть это негативная, по сути, реакция. Привело это к тому, что у вас были панические атаки. Это тоже, по сути дела, очень важный момент. Ведь панические атаки, просто так, сами по себе не возникают. Простите, но у них есть причина. И эта причина, в первую очередь, заключается именно в том, что вы не действуете себе на пользу. Вы действуете кому угодно на пользу, только не за мной себе. И это большая и главная проблема. И чтобы вам не стало хуже, а вам непременно станет хуже, если вы не начнете действовать для себя, мы говорили в предыдущих записях, мы говорили о том, что нужно вам для того, чтобы обрести саму себя, да, как стать более уверенным. Так вот, ваш муж не ценит того, что вы делаете. Он не дрожит этим. И вам нужно показать, что вы не собираетесь дрожить тем, кто не дрожит вам. По сути, без этого нельзя гармонизировать ваши отношения. Никакого греха нет в том, что вы будете общаться с другими мужчинами, и вы показываете своему мужу, что он может вас потерять. В этом нет ничего плохого. Наоборот, наоборот, это, наверное, полезно для него будет, потому что он увидит, что вы не так уж сильно к нему привязаны. Он увидит, что вы готовы к тому, чтобы что-то менять в своей жизни реально. И вот здесь, вот здесь, там, как раз, как раз, он и проявится без себя. Как? Смотрите. Возможно, такая ситуация, что мужчина, ваш муж, просто-напросто, ну, знаете, как бы привык. Ну, привык к тому, что вы вот все время с ним, что ему не надо ничего делать, и как-то просто расслабиться. Если у него есть к вам чувства, если у него они к вам действительно есть, то когда вы начнете вести себя несколько иначе, когда вы начнете его удивлять, когда вы начнете делать, ну, делать то, что нужно, да, то есть получать то, что вы хотите совершенно спокойно, совершенно нормально, совершенно правильно, то мужчина будет испытывать страх. Ну, вообще-то говоря, вообще-то говоря, мужчина проявит свое отношение к вам. А вот и тот мужчина, который испытывает чувства к женщине, он, как правило, начинает предпринимать какие-то моменты, какие-то шаги, какие-то действия для того, чтобы женщин удержать с собой, удержать рядом. А если он этого не делает, то это значит, что она не так сильно ему нужна. Понимаете? И это значит, что вы ему не нужны. Мы вам бегать на проживание, я бы этого без вас. Но ему нужно определиться с этими чувствами. Потому что он пока, может быть, даже сам не знает о том, нужны ли вы ему, если да, насколько сильно вы ему нужны, и так далее. Он, может быть, сам этого еще не знает пока. И помочь ему с этим определиться, вы сможете только своими действиями. То есть, понимаете, как получается, вам можно и нужно делать какие-то вещи для того, чтобы оформить ваше настоящее отношение. Оформить, то есть, придать им четкую форму, если мужчина любит вас, если мужчина вам не дорожит, он начнет как-то проявлять свое внимание к вам, если вы будете делать что-то, что-то такое вот, да, не очень ему нравившее, задевающее его, его, ну, например, моя детская женщина общается с другими мужчинами, значит, она ко мне охладевает. Если она ко мне охладевает, значит, я должен предпринять что-то, чтобы выносить ее завоевать. Вот так думают мужчины, который дорожит своей женщиной. А если мужчина так не думает, начнутся ваш адрес всевозможные обвинения, начнутся ваш адрес всевозможные претензии и так далее. и этот аспект покажет вам насколько, насколько, ну, насколько мужчина вами дрожит. И если он вами не дрожит, то у вас абсолютно полностью разряданы руки. В этом случае, если он с вами не дрожит, вы можете делать абсолютно все, что вам хочется. ни ребенок ваш, ни ваша семья не имеет уже никакого значения, потому что мужчины вас не любят. Раз мужчины вас не любят, значит, у вас, в принципе, никакой семьи получиться не может. Я уж молчу про то, что ребенку некомфортно в такой семье. Я уж молчу про то, что ребенок чувствует эмоциональное состояние в семье, эмоциональную атмосферу в семье. Я молчу про то, что ребенку может быть неприятно, ребенку может быть очень паскливо, очень тяжело осторновать, но его родители имеют проблемы, да, проблемы в семье, проблемы между собой. Вы этого ребенка можете лишить. Вы от этого ребенка можете избавить. Как? Пасите дело с нападом напряжением. Пасите дело став счастливой. Следующий важный аспект. А если ваш муж все-таки, если ваш муж все-таки, ну, вами дрожит, да, то тогда, простите, но ему придется с вами договариваться. Простите, но ему тогда придется считаться с вами. Ему придется как-то с вами приходить к определенному концепсу. Это понятно. консенсус здесь связан с тем, чтобы и вы, и он были довольны. Но поскольку он был доволен достаточно долгое время, то вы теперь находитесь в приоритете. Вы для себя этот приоритет установите. Приоритет такой, что вам требуется что-то для себя. Мужчина делает для себя, а вы в норме с этим не рисовать, это не устраивает. И самое главное, что ради этого придется чего-то лишиться. Это ключевой момент. Понимаете, для того, чтобы чего-то добиться и что-то получить новое из того, что вы хотите, из ваших мечтаний, из ваших идеалов, из ваших стремлений, придется чего-то лишиться. И весь вопрос заключается в том, чтобы вы подумали, чего вы лишитесь, если, например, уйдете как это можно купировать, как это можно восстановить. Потому что, если вы лишитесь, и вы не сможете это восстановить никак, и у вас не будет четкого представления о том, как это восстанавливать, то в таком случае, я полагаю, будут проблемы. И проблемы большие. Проблемы эти связаны, конечно же, в основном только лишь с тем, что вы будете испытывать фрустрацию. То есть вы будете неудовлетворены в других моментах. А если вы продумаете, как удовлетворить то, что вы потеряли, в результате вот потери, то все будет у вас хорошо. И понимаете, если для мужа важны какие-то принципы, а не вы, то простите это его выбор. Его, но не ваш. И этот момент тоже нельзя забывать. На самом деле, про вашего мужчину мы сказали достаточно много. Я хотел бы вам еще раз только, наверное, напомнить о том, что ваш мужчина принял вас. Принял и, наверное, женился на вас именно потому, что вы не обладаете теми же претензиями, теми же амбициями, что его другая девушка. Вот это ключевой момент. Ну, и важно понимать, что если вы чего-то для себя находите, то он тоже может вас бросить. Если вас действительно в какой, то находиться с ним это, мягко говоря, неуважение к себе. Мягко говоря, это неправильно. Ну, а что делать вам решать, конечно же, только вам. Теперь то, что касается тех вариантов, которые вы написали. Я о них тоже хотел бы чуть-чуть сказать. Дело в том, дело в том, что Москва город дорогой. Я не хочу сказать, что в этом городе невозможно прожить. Нет, прожить-то, конечно, в городе можно. Просто в нем очень тяжело найти свое место, особенно приезжим человеку. Особенно тому, кто, ну, вот, как вы, например, все время жил в другом месте. И вот дабы такой ситуации не случилось, дабы такого момента с вами не произошло, прежде чем решать, переехать в Москву или нет, да, прежде чем решать это дело, ну, попробуйте для себя сами какие-то моменты все-таки определить бесперва, где вы будете жить, где вы будете работать, как вы будете пешево и так далее. Или в Питере то же самое. Вообще говоря, Петербург это считается столицей, да, столица, собственно говоря, культурная столица России. И если говорить о том, значит, куда лучше податься, то лучше, наверное, все-таки податься именно в Петербург, а не Москву, потому что в Москве все-таки очень злые люди. Они злые, они там очень скоростные и так далее, а вот в Питере все на самом деле не так. В Питере люди очень приятные, в Питере люди душевные, в Питере вам всегда придут на помощь. Ну, по крайней мере, гораздо с большей долей вероятности, чем, собственно говоря, в Москве. Это первый аспект. Это просто деталь, которую вы можете не знать. Следующий аспект, если вы будете, если вы останетесь с мужем работать в тех моментах, которые вы делаете сейчас, то есть на пластике, то можно и нужно говорить здесь о том, в этом случае, что у вас будет развиваться неудовлетворенность. Можно и нужно говорить о том, что вы будете чувствовать себя очень плохо. Можно и нужно говорить о том, что может ухудшить ваш состояние. Могут возобновиться там, допустим, панические атаки, может что-то еще случиться с вами некоррочно. Это ведь очень серьезно, поскольку вы будете неудовлетворены, вы будете по-прежнему неудовлетворены, вы будете сильно неудовлетворены, и эта сильно неудовлетворенность, конечно же, будет давать о себе знать. Давать о себе знать, эта неудовлетворенность будет достаточно негативными аспектами? Какими именно негативными аспектами? Ну, в первую очередь постоянным напряжением, в первую очередь какими-то, знаете, постоянными проблемами относительно вас. То есть вам будет тяжело все это выносить и тяжелее будет. Возможно, вы так никогда и не обретете счастья. Вы подавляете себя. А если вы подавляете себя, то подавлять себя же будет и ваш ребенок тоже. Я не думаю, что вы бы хотели научить своего ребенка себя подавлять. Я не думаю, что это то, чего вам действительно хочется. Ведь ребенок будет перенимать ваши модели поведения. Он будет видеть, что вы терпите, что вы несчастливы, но терпите, 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 то он также будет это делать. Либо у него будет реакционное поведение. То есть, сразу понять меня правильно здесь, реакционное поведение это означает жестко противовесное. Противовесное поведение это когда ребенок направлен вот строго против той модели поведения, которую выбрали его родители. Ну или, например, его, допустим, мама и папа. Или только мама, например. В этой ситуации можно говорить о том, что вы же хотите, чтобы ваш ребенок вас любил. Вы же хотите, чтобы ваш ребенок вами гордился. Вы же хотите, чтобы ваш ребенок вами восхищался. А для этого нужно идти к своей мечте. Подумайте, какой человек достоин того, чтобы им восхищаться? Подумайте, какой человек достоин того, чтобы его делать своим кумирам. Мы не говорим сейчас про любовь. Любить-то понятно. Можно кому угодно. Любить можно всех. И любить нужно всех. Понятно, что любовь, безусловно, по своей сути. Это ясно. Мы здесь эту тему раскрывать все же, наверное, не будем. Потому что, ну, объективно, любить можно каждого. И не за что, а просто так. Ну, вот, просто так, просто так любить человека. Это нормально. А вот уважать, даже не уважать, вот сейчас сделать с кем-то, на кого ты ориентируешься, вот это не так просто. И для этого нужны определенные качества у человека. Для этого нужны определенные наборы характеристики и определенные поступки. Пожалуй, именно эти поступки у вас пока отсутствуют. А значит, вы не справляетесь со своей главной задачей. Какой? Вы не справляетесь со своей задачей вызывать у ребенка восхищение. Вот хотя бы ради этого нужно вам менять свое поведение и делать его таким, которое бы, ну, которое бы вызывало соответствующую реакцию вашей дочери. Отдельным пунктом идет здесь вот какой момент. Если вы выберете вариант третий, при котором вы остаетесь там же, где остаетесь, но при этом работаете, ну, по сути, это вариант, который является компромиссом. Да, компромисс между первым и вторым вариантом. Если вы выбираете этот вариант, то здесь, конечно, есть ряд тонкостей. Первая тонкость. Да, вы можете работать, но имеет это смысл лишь тогда, когда вам работа эта нравится. Имеет смысл лишь тогда, когда вы делаете это уверенно, делаете это для себя. Имеет смысл лишь тогда, когда эта работа дает вам реализовать хотя бы отчеркивать то, что у вас есть. Имеет это смысл тогда, когда вы перестанете бояться раздражать кого-то, то есть ваша работа будет свободным в уведении с явлением. И имеет это смысл лишь тогда, когда на работе будут какие-то перспективы развития. Потому что если никаких перспектив развития для вас не будет, то вряд ли эта работа даст вам то, что вы хотите. То есть да, все будут удовлетворены, все будут счастливы, все опять-таки кроме вас. Вы счастливы по-прежнему не будете. И, соответственно, будет оставаться в силе то, что я вам говорил несколько раньше. Ну вот, в принципе, на этом можно и закончить то, что я хотел вам сказать. В заключении небольшой такой итог. Ваши отношения с мужем складывались так, что вы для него делали все, что хочет он. Ваши отношения складывались так, что вы через своего мужа, к сожалению, пытались реализовать то, что не было в вас саму. Ваши отношения с мужем складывались, к сожалению, так, что вы видели в нем источник удовлетворения своих потребностей. А именно, может быть, горлость, признание и так далее. И вы прожили так достаточно долгое время. Вы прожили так достаточное время для того, чтобы устоявшаяся модель поведения, вашего поведения мужа, чтобы она стала привычной. Чтобы она стала такой, которую я воспринимаюсь уже как, ну, что-то само собой разумеется. И важно понять, что ваш муж в этой ситуации, он не то чтобы не обязан сделать что-то для вас. Он как бы изначально был таким, он вам ничего не обещал такого, чего бы он не сделал. Вот все, что он говорил, то он и делал. То, что вы его толкали на какие-то поступки, это ваша инициатива. Подумайте, вы захотели, чтобы мужчина, там, ну, допустим, купил вам кольцо? Он вам купил. Да, дешевое, да, там, чисто формально, но все равно купил. Вы там еще что-то сделали? Мужчина неохотно, но вам это дал. Понимаете, ваш муж просто не имеет, не имеет стимула того, чтобы задавать что-то делать самому. Вашему мужу нет резона самому проявлять вам внимание, а зачем вы и так его? Дайте ему ощущение, дайте ему чувство, что он может вас потерять. Реально потерять. Не бойтесь осуществлять какие-то поступки для этого. Не бойтесь осуществлять какие-то моменты для этого. Именно мужчина, ведь он не верит вашим словам. Именно поэтому, когда вы говорите с ним про развод, когда вы говорите ему, ну что, ты хочешь со мной развестись, типа, да, ты хочешь, что тебе все равно, это всего лишь слова. Мужчина не воспринимает ваши слова всерьез. Когда у вас будут конкретные действия, когда вы, например, поддержите ему и скажете, знаешь, я подала на развод, там надо вот, допустим, такого-то числа быть в органах социальной опеки, например. Ну или там, ЗАГС, да? То есть ЗАГС и другое. Вы можете даже подсутить так вот мужчину и сказать ему, как будто вы действительно это сделали. Посмотрите, посмотрите на его реакцию, как он отреагировал. Его реакция будет очень показательной. Вот. И от этого уже вам нужно исходить. Но до тех пор, пока вы относитесь к мужу так, вы ничего не измените. В вашем случае была бы справедлива и правильна еще и такая позиция. Вы говорите своему мужчине, что, вот ты знаешь, дорогой, мы с тобой жили так, что я для тебя делала очень много. Ну, вспомни наши отношения, как все было, как все развивалось, да? И вспомни, что я ущемляла свои интересы и ущемляю свои интересы ради твоих. Ты знаешь, я иногда проснулась и поняла, что больше так не будет. Я так не хочу. Я не вижу, что ты меня любишь. Я не вижу, что ты меня дорожишь. Я не вижу, что ты ко мне нежен. Я не вижу, что ты ко мне ласков и так далее. Ты хвалишь меня только за то, что я делаю, но этого мало лично мне. И теперь я хочу сказать, что я буду жить со своим интересом. Вы можете так сказать. Дать ему определенное время на размышления. Дать ему определенные моменты, чтобы это осознать. И свое поведение формулировать уже исходя из ваших желаний, из ваших потребностей. Но так, чтобы для мужчины это не было неожиданностью. Потому что если вы будете предъявлять ему что-то по факту, он скажет, ну а что-то такое. Тебя раньше устраивало, а сейчас что? Перестало. И вам придется объяснять, что да, перестало, что что. Да, вы так больше не хотите. Он вам не поверит. Почитает капризом. Почитает баловством. А если вы сперва скажете ему что-то, а потом начнете последовательно выполнять то, что вы сказали, то это будет понятный мужчине язык. Язык поступков. И на нем, на этом языке, с ним вы уже сможете говорить. А тогда вы на нем говорите своим языком. И он вас естественно не понимает. Тут надо сказать, что мужчины понимают только язык поступков, язык дел, а не язык слов. Слова это большая часть женщин, как думает ваш муж. И он к ним относится весьма и весьма несерьез. И чтобы объяснить что-то вашему мужу, нужно говорить на его языке. На понятном ему языке. Потому что он вас не понимает. Следующий важный аспект, касаемый ваших интересов, заключается в том, что вам нужно Вам нужно Самое определить для себя, что вы хотите. Только вы можете принять это решение. Не я, не кто-либо другой. Только вы. И давать вам советы было бы неправильно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас остались вопросы именно в продолжении этой темы. Соответственно, можете собрать и написать мне. Будет вам еще один видео ответ. Если вы хотите поработать над чем-то еще. Например, вы говорили, что еще над оснащениями дочек вы хотите поработать. Пожалуйста, пишите. Ну а если какие-то уточнения по данному вопросу, по данной теме, по данному видео, по данной записи. То пишите их, а я отвечу вам на них бесплатно. Как я и говорил. На этом все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok